здравствуйте дорогие зрители с вами андрей или же иной и мы продолжаем прохождение с переводом реверса 1999 а именно основной главы ну основного сюжета 5 глава заключенных пещере и я планирую проходить ее дальше и дальше дальше возможно когда вы видите я уже далеко-далеко прошел поэтому в описании и ссылка на дзен канал есть ссылка на плейлист прохождения на дзен если у вас youtube плохо работает так что пожалуйста смотрите комментируйте лайкайте потому что реверс особо любви не получает по сравнению например с little company поэтому мне нужна мотивация дополнительная так что-то ждет чтобы ты кстати ты разобрался с этим где там этот а вот стрелочка стрелочка разговора непонятного давай подойди сюда положи свою руку на вот эту почувствовать текстуру это прям единственное своем роде это не какая-то там дешевая подделка на каком-то блошином рынке но я серьезно я серьезно мисс фит неподходящий это килим что такое килим не знаю и даже даже самый традиционный нежный и дорогой может шелк какую-нибудь кто знает там принесены как такие яростные красные как доминантный цвет и и штришки прям идеально сделаны откуда он появился из моря прямо как и ты дорогуша он прибыл чистом трубу какую-то стеклянной бутылки в куче сахарных кубиков и на ребенке в панике звучит как про муравья какого-то муж килим это какие-то там вот местные критеры у оба она и килим рождены на земле где это искусство изначально придумали их внешность тоже несет этот основной красный цвет поэтому узор тоже знакомая комплекс структуру них покажу кто этот ребенок это софия ох твоя любопытство повысилась но мы еще не закончились с ковром а это ковер такой персидский ковер будем считать тебе всегда нужно захватывать сувенирщик или два каждый раз когда ты посещаешь новое место так что у тебя будет что-то что можно показать когда ты будешь рассказывать историю верно же посмотри на эти ручную сделанную ткань как замечательно эти невероятные узоры единственная вещь которую были единственные вещи о чем думали творцы когда они делали этот ковер можно сказать что они провели всю свою жизнь улучшая свои навыки используя вертикальную ткацкий станок и вот таким вот образом у этого ковра такие идеальные прямые линии красивые но они же просто люди как и мы что если они отвлекутся что если челнок этого станка собьется и с пути и завяжется узелок среди этих ниточек прямо говорит как вот про софию которая может идти идти она вот вроде бы идеально все но вдруг сбилась узелок завяжется и тогда все это пойдет не так вот тогда у тебя будут проблемы большие проблемы все проблемы во вселенной на тебя набросятся и ситуация будет еще хуже чем бюрократические система этой миллиональной империи черт возьми черт возьми можем ли мы что-то сделать чтобы это исправить мне нравится это прагматическое качество в тебе я уверена что это сделает твою жизнь еще более чудесный люди быстро будут впечатлены тобой и выстроиться чтобы решать с проблемами за тебя о да не сердись ты так кто-то делает проблемы и другие решают эти проблемы это случается ну ты знаешь у каждого вопроса есть тот кто задает этот вопрос когда они возникают также и у каждой ошибки есть тот кто исправляет когда их исправляют таким образом мы познакомимся с ними с ними исправители древняя профессия корректоры их долг это удалять заблудившуюся ниточку и выжигать всякие морщинки на ковре на языке этого острова это проверять расчеты папируса и даже дырочек всяких там вещах никто не способен делать эту работу за исключением альтруиста потому что это практически как разматывать шар шерсти и к тому же кроме того как найти конец ниток всегда нужно следить за котами да за котами они могут прыгнуть к шарику и сделать вещи еще хуже ну коты тут определенно это манус индикейт которые могут все хуже хуже сделать прямо таки намекают и она рыжеволосая маленькая девочка с ковром в ее руках была прямо таки ошеломлена в начале не знаю и вот все еще не знакомая с правилами или с линейкой как она там с правилами будем читать она попыталась найти конец ниток так что кошки воспользуются этой возможностью чтобы напрыгнуть на нее вместе и оставили бесконечное количество шрамов на ее лобике бедная девочка видишь это проблема каждого корректора в которой приходится им приходится справляться их работа исправлять ошибки но что если их собственное существование тоже часть этой ошибки а наша София там у нас как раз должность корректора вроде как ходит там чистит все прибирает и вот она начинает сомневаться в себе ах это не большая проблема тут не один ткацкий станок в этом мире она покинула сложные узоры сзади и пришла в это простое царство где только чиселки существуют там она первая контакт с геометрией она никогда не видела ничего подобного и почти невозможно понять как это работало она не могла конвертировать конверты в книге таким образом она впервые встретилась с крутящимся блин вот этот ткацкий станок ну как называется крутящаяся крутящаяся штука на которую нитка накручивается в общем по названию геометрия она никогда не видел ничего такого подобного и это было практически невозможно для ее понять как это работало она с трудом превращала числа в книге настоящие диаграммы в ее голове и без целой картины на том чем она работала она посвятила себя тяжелой работе и еще больше долгое время прошло оставляя одну рану за другой на ее пальцах позже эти раны уже начали становиться шрамами в конце концов ее руки уже не были нежными но достаточно жесткими чтобы сопротивляться урону от этого штуки всякие сказки есть где принцесса там укололась об веретено да она выиграла место на этом острове для себя я счастлив за нее да она быстро обучается она даже учится быстрее чем кто-то из местных но этого было недостаточно потому что ее всегда превосходила ее подруга лидирующая в поле математики на этом острове это девочка прямо как идеальный кусочек ковра рожденной природой он украшен красотой математики геометрии и никакой ручной работы не нужно и ради того чтобы достигнуть того места где эти идеальные красоты лежат и оставаться на правильном пути и подходить к этой школе она делала все что могла она видела что она считала себя я ничего не могу надо стараться больше и больше но 37 тут божественная так сказать как всегда идеальные ответы находят но но она все еще самый выделяющийся ковер здесь любой может это сказать сказать как только они пройдут немного времени на острове да это неплохо быть выделяющимся на этом острове наверное это плохо конечно же нет это неплохо быть другим она просто немножечко другая отличаешься от остальных так что она продолжит вязать свою пряжу пока однажды это штука не проткнет ее хм калус будем считать кожу и огонь сожжет все до земли до земли тихо 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 я должна здесь остановиться ты знаешь ты знаешь того математика которого бросили в море он умер потому что он сказал что-то что не должен был сказать не руби дерево на публичной дороге не открывай нежеланную бутылку а вдруг он открыл эту нежеланную бутылку которая софия выбросила и благодаря этому теперь эту бутылку никто не может открыть я не знаю что еще сказать полагаю лучше фразу для этих обстоятельств увидимся позже но спасибо конечно про ковер рассказали мне крепоты не к добру это все идет не к добру надеюсь вы мне поставите лайк так течение вверх какая течение лодка вверх лодка текущая вверх отказываясь от быстрых исправлений продажи от двери до двери перевернуть до ответы страницы все это можно достигнуть только шагая шагая потихонечку шаг за шагом лодка вверх погодите секунду просто секунду это разве все еще не по не подземелья ты что нас подставляешь регулс такая я не пойду в тюрьму нет все пещеры соединены это путь в наше святое место 37 подожди я помню софия однажды нам сказала что заходить на святое место это серьезное преступление не переживайте запреты были сделаны чтобы помочь нам не отвлекаться от неважных деталей в жизни это не останавливает нас от поиска правды замечательно я скажу это абраксам когда они появятся птицам которые тут налетают если что-то происходит плохое а? туманчик регулс внезапно останавливается эй 37 ты уверен что это правильный способ? моё сердце просто сошло как если я взял пить от этих чипсов на ночь эй 37 ты уверен что это правильная дорога? мое сердце только что в пятки ушло как будто я кусил один из этих ночных картофельных чипсов ты испугалась? ха мечтай но когда я исследовала подземелья вместе с Лилией раньше мы наткнулись на вот этот туман вроде этого он не приведет тебе никаких там желанных гостей я тебе уверяю может быть ты была их целью потому что ты иррациональное число? ох ох вот оно как значит вы целый чисто будете в порядке да? отлично а мне что делать? удачи вам не умоляйте этого пирата о помощи позже стойте что-то приближается что-то приближается несколько странных фигур вылезают из тумана и приближаются ближе а? голову с двумя ногами у их ног а Абраксасы это странно почему они здесь? они пришли за нами что я сказал? не умоляйте меня Пригулус подготовься к битве Хорошо, хорошо, ясно. Я просто ее дразнила. Регулос нас свистывает и бросается к врагам с радостью. Экстремальная боль приходит от руки. Это значит, абраксусы атамануса Виндикейта принадлежат? Типа нельзя атаковать их? Это каменный пояс, который прямо греет, обжигает ее. Он активировался, но это же просто абраксусы. Регулос, ждите их атаки. Не убивай их. Регулос, жди их атаки. Не убивай их. Да, вот это правильно. В самооборону еще можно, а вот и убивать их нельзя. Что это за просьба такая? Слушай меня, Регулос, это первичная важность. Хорошо. Если это первичная важность, этот пират будет попробовать ее best. Хорошо. Если это первичная важность, этот пират постарается. Что мне теперь? Не атаковать, а просто стоять на месте? Ждать, пока меня атакуют? Давайте посмотрим, как это обыграют. Победите врагов. Ну, тут же ничего не написано такого. Дайте мне Люси. Обязательство. Однажды сформировано, его нельзя сломать. Каждый раунд первый персонаж, который активно кастует заклинание, не может действовать снова. До начала следующего раунда. И получает урон. Минус 30 на следующую. На длительность. Ну хорошо, давайте вот так вот сделаем. Да, вот он там потерял свое знание. А мы будем ходить с другими персонажами. Хм. Блин, из-за этого она сейчас вырубится и не сможет кастовать, а я хотел красивый сделать. И еще убей всех. Ах, красиво. Вот и все. У меня еще и 10 песенок сыграть могу. Это не те же самые абраксисы, с которыми мы раньше сталкивались. У них разные вариации есть. Погоди-ка, а где мисс 37? А ты-то откуда вылезла, яблоко? Ответ приходит издали. Эй, давайте, продолжайте. Она что, просто взяла и ушла, пока мы сражались? Ха, хитрая, маленькая. Мы тоже должны двигаться, Вертин. Погоди секунду, Регулас. Ты чувствуешь что-то знакомое в этом тумане? Ага, точно чувствую. Это первая гостевая комната, которую нас поместили, когда мы впервые зашли в этот остров. Нет, капитан. Эта яблочка имеет то же самое странное чувство. Мы видели поднимание цирея в том же тумане. И до этого... Это тот же самый туман на базе Алиатусов. А, где вот мы получили координаты вот этого острова, где тоже Манус там ошивался. А, ну вот так вот сказать... Этот туман, это причина нашей иллюзии видеть цирею и атаку Абраксусов? Давай-ка без каких-то, так сказать, заново-ключений. Пока следуем за 37-й. О, и что это за цирея, о которой вы говорите? Ну, Реглус там планету наблюдала. Что-то такое высшее там вознеслась, по-моему. Туман становится все гуще и гуще. Но при этом окружение становится ярче и ярче. Как будто бы тут невидимый источник света, спрятанный в тумане. Я просто подобрала кусочек бумаги. Прямо вот так вот склонилась и коснулась земли. Реглус склоняется и тянется к кусочку света во тьме. Когда она воспринялась снова, классический манускрипт в ее руке оказался. Что это за книга? Ха, возможно, какая-то математическая проблема, оставшаяся от завтрака критеров. Никогда не знаешь. Погоди-ка. Основание алхимии. 12 ворот, ведущих к открытию философского камня. Это алхимическая книга, которую передал Эдвард IV Георг Рипли. Почему она здесь? Посмотри на это, капитан. Среди великих камней древнего Василисом Валентайном. Одна сотня и 12 книг Гейбера. Зеленая табличка на латыни. То есть всякие древние такие рукописи мудрости. Похоже, тут еще больше древних текстов, посвященных алхимии, спрятано в этой дыре. Но они все не завершены. Хм, может быть, не нужно еще побольше кроссвордов порешать, чтобы узнать там что-нибудь об этом. Наши пещеры огружают людей мудростью. Все секретное знание спрятано в диких стенах булыжных. Не привлекая ничего внимания, 37 добралось до другой стороны этой пещеры. Знание в этих книгах – это всего лишь капля в океане. Следуй за мной, Регулус. Вообще-то 37-а, я в этом тумане уже никому не подозреваю. Становлюсь слишком параноиком. Но Регулус откладывает манускрипты и сомневается. Вертин, ты иди вперед. Иди с 37-ой. Я встречусь с вами снаружи. Она такая, я не хочу там снова космос наблюдать, да? Ты хочешь почитать эти книги здесь? Знание, которое передается через язык, может быть легко искажено? Сравнивая с мудростью Опериона – это ничто. Нет, я не собираюсь оставаться здесь. Я возвращаюсь. Хорошо. Я, наверное, могу, просто должна признать, что ваша пещера действительно обладает силой и давать людям понимание. Если я буду следовать за этой подсказки, возможно, я наконец-таки смогу найти ответ на эту маленькую вещь, которую я с собой ношу. Хм, ты о чем? Никогда не думала, что я найду ответ здесь. Легко, как подобрать ракушку на пляже. Хм, 37 останавливается и наклоняет свою голову в непонимание. Что? Ты не хочешь подойти ближе к правде? Ну, конечно же, я хочу. И вот почему я не хочу получать ее так легко. Я не хочу, чтобы ее там в мой мозг скормили. Давай, пойми, это же... Изначальная правда, о чем мы говорим. Если кто-то мне сказал концовку Повелителя Мух, прежде чем я насладилась бы этой книгой, я бы бросил его в море. Как вы? Хм, читали Повелителя Мух? Вот это, я понимаю, криповая книжица. Школьное образование, блин. Про то, как дети оказались на острове и начали немножечко дичать, скажем так. Ну и как дичать? Просто налет цивильности с них начался потихонечку слетать, слетать, слетать. Они такие обратились, скажем так, к древним вещам. Она внезапно улыбается. Я только встретила двух людей, которые отказались от правды. Значит, вот это общий смысл иррациональных чисел. Я поняла. То есть София в прошлый раз отказался от своего числа и Регулс теперь отказывается. Это поведение иррациональных чисел. Типа они не хотят знать правду. Хм. Прямо таки намекаешь, что София иррациональная. Спасибо, что была моим объектом наблюдения, Регулас. Хм. Хм. Но 37 уже ушла дальше. Пошли, Вертин. У нас долгий путь впереди. Будь осторожна, Регулас. Не волнуйся, я знаю, что это место достаточно сейчас. После всего, я никогда не был так пригоден в любом месте. Не переживай, я уже это место хорошо знаю. В конце концов, меня никогда еще так хорошо не приветствовали в других местах. Критеры, монстры, критеры с странными головами. Делай это лучше. Этот пират не боится вас. Критеры, монстры, существа со странными головами. Делайте, что хотите. Этот пиратка готова ко всему и не боится вас. Хм. Продолжение следует. Шаги к правде, скажем так. Идем. Так, что это у меня тут открылось? 50 капелек. Возвращение на выход. Невероятные монстры блокируют путь капитана. Больше. Больше абраксусов? Очистить путь. А, ну, всего лишь очистить путь. Ну, хотя, наверное, как ночной очищает, там не летят. А пакт работает? Нет? Значит, можно гасить их. Хм. Крепенький. О, и еще давай. Хорошо. Хорошо, да, проклянем, а потом обстреляем. Кто-то умрет, кто-то умрет. И добиваешь, да? Идеально. Теперь она может вернуться домой с миром. Искатель, правда. Тянешься. Мы так близки к ответу. Ну что ж, давайте мы будем близки к ответу, насколько мы способны. Аперион, безграничный, начало всех вещей. Все из него исходит и все возвращается к нему. Бесконечность и начало не конца. Но ничто не будет существовать, если только бесконечность будет существовать. Посмотри вверх, Вертин. Теперь они существуют в истинных формах. В самых чистых и новых формах. Пещера ярка, как в дневное время. 37 тянет, притягивается в руку. Наш мир был рожден из ран на бесконечности, когда его были резаны граничностью. Вещи, фигуры, которые вырезались из того, что мы называем фигурами. Таким образом, сущность числа существует во всех сущностях. Длина бабочек, длина бабочек, там тело, это золотое стояние. И там числа фибоначчи в растениях существует. Это самый примитивный ритм Арканума. Это тоже начало наше экстраординарное обучение. Это сущность. И как я докажу свое доказательство? Закрой свои глаза, Вертин. Только когда твои глаза закрыты, твой разум очиститься. А теперь полностью сконцентрируйся и вспомни вопрос, который ты можешь подтвердить. Только полное признание может, кстати, проявить, кстати, все самосознание. Закрыть мои глаза. Закрываем глаза. слушай мой голос. Тело отброшено и брошено в бесконечную тишину. Но душа все еще горит, празднуя заслуженную свободу. как она растет выше, она видит дальше. Она превосходит вечное колесо рождения и восходит над бесконечным кружащимся колесом времени. из бесконечности до первого существования от одного до двух затем до трех от точек до линий затем до шторм шторм эманации откуда они основание манусник оперион все какую роль они играют почему шторм наступает когда история дрожит почему шторм не падает на этой туманных землях какой ингредиент асимметрической там ядерной р все эти подсказки собираются вместе точки делают линии линии делают плоскости гигантская сеть тайн мир это темный подземный лабиринт и вот именно на этой слове вы мне позволяете переключать но пневма может вести нас выше всех вещей и привести нас к выходу вертин можешь ли ты это видеть я вертин увидь правду обжигает горит каменный пояс опять обжигает снова спокойно знание исчезает заменено бесконечным хаосом типа не позволяет ей увидеть правду что это навредит аркане что происходит это кто-то сражается с манусом сейчас что происходит снаружи пещеры ну вот вертин почему ты отвлекаешься если ты отвлечешься тебя выкинет отсюда тебе надо задавать правильного брата это глупая ошибка для опериона это не задавай лишних вопросов верти надо концентрироваться внезапно голос приходит в разум как сильный ветер задувающий свечку никакой человек не может бросить вызов шторма и выжить исключая тебя что ты не можешь бросить вызов шторма и выжить камушек 37 37 37 где ты последователи мануса еще ты кто-то кто-то вылезли все тяжелые картины исчезли а небесные какие тяжелые в глубины замораженной пещеры пешки мануса яростно ударяют своими головами о стены у их ног 37 лежит без сознания но бормочет непонятные слова одинокий каменная статуя все еще стоит спокойно в пещере смотрит на них без внимания что случилось где все эти иллюзии благословения получили раскололи короче этот оперион если бы не обжигание вот этого каменного пояса не разбудило меня я бы тоже была бы безумна как они этот камень напоминает меня крутящимся колесе к счастью кожаный чемоданчик все еще здесь что это за кожаный чемоданчик а ну-ка убери свой чемоданчик сборщик асимметричного нуклида R который остается от людей или там нет просто после шторма он остается какие-то следы которые исчезают если реагент станет золотым после реакции с туманом здесь это значит значит туман содержит элементы которые могут быть иммунным к шторму слабый золотой формос формируется это никогда не случалось раньше цвет изменился быстрее чем я думала концентрация R сотни раз нет тысячи раз выше чем в масках Мануса а в маске Мануса как раз с ума сводит но они вот у них содержится вот этот R и благодаря чему они могут переживать этот шторм ну как с условностями но могут другими словами тот кто будет обладать этой пещерой сможет производить защитную экипировку от шторма в большом количестве и Манус этого по-любому хочет но в то же время там говорили что вот Манус они там скажем так для больших гражданских обычных хотя не для гражданских они только в чистых арканистов верят это причина почему аркана здесь 37 перекатываются во сне матушка наша модель она не провалилась не провалилась мне нужно вытащить 37 отсюда последователи Мануса с дубинами больше безумных пешек забегают из теней блокируя их путь значит абраксусы были люди из Мануса значит туман здесь может влиять на разум людей прямо как вокруг озера в моем чемодане закрутить мою руку да каменный поезд невероятно разогрелся Манус нашли способ атаковать чтобы их не наказывал этот поезд аркана могла себе руку там отпилить с нее останется их что не волнует цена которую они будут платить больше опасность приближается надо действовать сейчас где Лилия на своем 37 38 уэр я надеюсь регулус не выкинула мои слова на ветер мне нужно избавиться от них первыми и присоединиться к другим продолжение следует ну как продолжение следует так миллион людей за 10 раундов надо всех убить ладно я помню тебя ну как обычно пакт кто перво атакует тот но зато мне 4 персонажа ну блин у меня все перемирие больше не работает или только безопасно когда конфликтующие у них нету желания сражаться условия не ясны бессмысленная атака может привести к наказанию от рукавника нужно быть осторожным с методом и временем своей атаки давай короче бафаем бафаем как можем и отдыхай ого уже нету немного этот помер что это он помер а теперь лазер нет погоди тело плавится оно превратилось в семя значит вот как манус сражается против запрета они жертвуют одним человеком чтобы накормить другого так давай кого-то вот эту усилим так не забываем что тот кто перво атакует тот отдыхает массовая атака давай бьем по площадям так он умер что-то я видимо делал не так пожертвованные последователи были поглощены семенем это какой-то ритуал в нашей пещере можно видеть форму всего 37 слышишь меня может и семена надо бить становится массовая атака давай усиливайся но я семена не могу бить поэтому бить не могу ульту сейчас мы зарядим сейчас все будет так где мой мужик который жертвы еще одним пацаном это тоже там умирает рождаетесь уже эх мне не дали мертвые последователи превратились в геометрические символы это из-за пещеры значит это семя это форма мануса виндикейта форма превосходит всю материю ну что вылупится сейчас что-нибудь спасибо конечно привет просто вот так вещи не такие простые как я думала я должна сделать план и аккуратно его выполнить да просто ульту сделайте мне и так усилить а потом ульту сейчас будем усиливать дайте мне все что я знаю так богиня садится на стул даем и этой девушке тоже так мне нужно чтобы мой мужик разрушился иначе вот так ульта люси теперь она просто будет доминировать она и так она не инвинирует так ну раз два что там у тебя случится когда ты на самом деле не важно просто доминировать почему бы нет не сработала ее атака я ее не должно было быть когда она ульту свою делает должна накидывать ну шестой справился со своей задачей форма мануса видикейта она более искаженная чем я думала все наконец-таки конец теперь можно вернуться к долгой миссии отдыхать достижение получено но думаю продолжение мы пойдем или подождите может быть тут есть какие-нибудь диалоги которые можно вот почитать вот например руки ноги геометрический медальон надо дать а у меня его нет но тогда ладно тогда пожалуй на этом мы эту серию закончим надеюсь вам все нравится вторженцы в черном продолжают двигаться вперед тут седьмую главу я еще не скоро увижу но надеюсь вы останетесь со мной поставите мне лайк может быть даже напишите комментарий порекомендуйте друзьям врагам кому-нибудь незнакомцам чтобы больше людей посмотрело мои видео посвященные реверсу и приобщились к этой замечательной игре а на этом я прощаюсь с вами дорогие зрители история развивается правду ищем и найдем всем спасибо всем пока спасибо Продолжение следует...